Не заблудятся в лесу. Юные междуреченцы попробовали себя в спортивном ориентировании. Состоялось открытое первенство комплексной детско-юношеской школы «Листопад-2017». Об увлекательном событии подробнее. Территория парка в ярких фонариках. Это контрольные пункты. Цель – найти их как можно быстрее. Спортсмен должен продумать короткий путь, наметить ориентир и бежать. Пунктов от 6 до 16. Протяженность дистанции от 1 до 3 километров для разных возрастов. Городки и соревнования по спортивному ориентированию собрали около сотни спортсменов. В Междуреченске азам этого вида учат в детско-юношеской спортивной школе и детско-юношеском центре. Дети отмечают навыки, пригодятся и в жизни. Чтобы ходить в разные походы, если где-нибудь там заблудился, чтобы по карте сразу найтись. Спорт уникальный. Серьезные травмы в ориентировании редкость. Зато адреналина и азарта хватает. Развиваются воля, память, внимание, отмечают тренеры. Захар Суржиков – самый юный участник. На дистанции впервые. Занимается всего две недели. В своем выборе заручился мощной поддержкой. Главный болельщик – мама. Важно, чтобы ребенок развивался полноценно. И поэтому мы решили, что он должен заниматься спортом. Не просто спортом, а спортом, который будет развивать не только ноги, мышцы и так далее, но и голову. И больше мне всего понравилось искать КП. Мне маленько еще даже подсказывали, чтобы я побыстрее нашел, потому что я новенький. Алина Ронина в спорте не новичок. Увлекается спортивным туризмом. Не упустила возможность посоревноваться и в ориентировании. Это для меня бесценный опыт, который я получаю на таких соревнованиях, чтобы выезжать позже на область и выигрывать. Победителями городских соревнований по спортивному ориентированию в своих возрастных группах стали Михаил Куминов, Николай Топаков, Матвей Бабакин, Денис Лазарев, Мария Кайгородцева, Ирина Грибова, Софья Петрова и Мария Михайлова. Ирина Коваленко, Игорь Ковалев, Новости Плюс.